Миллионеры не едят мясо. Нет, я бы не смогла быть даже вегетарианкой. Зато пьют с удовольствием. Здорово! Морбань! Что творится на закрытых дегустациях? Как говорится, на халяву и уху сладкие. И на чем передвигаются жены виноделов? Вау, какой классный! Все покажет и все расскажет только Лиза из Сохо. Прямо сейчас. Лиза Каймин Телеведущая, гламурная дама и светская львица, Которая гуляет сама по себе. Звать ее бесполезно. Она сама появится там, где захочет. Проскользнет туда, куда не пускают. Где роскошь, блеск, баловство и капризы. Там Лиза. Своим появлением на свет Сан-Франциско обязан золоту. Люди со всего мира сюда съезжали с надеждой разбогатеть. Их мечты сбывались, и вот результат. В Сан-Франциско живет больше богатых людей, чем в других городах Америки. Например, миллиардеров из списка Forbes более 30. Хотите узнать, как в Сан-Франциско живут те, кто давно потеряли счет деньгам? Тогда смотрите внимательно. Я давно хотела добраться до людей особой касты. Хирургов. Говорят, они пашут, как лошади. Всесильны, как боги. Зарабатывают, как рокфеллеры. И закрыты от посторонних, как настоящая тайная ложа. Но от меня секретов не утаишь. Я получила приглашение к знаменитому на весь мир челюстно-лицевому хирургу. Я иду в огромный дорогой дом Леонида Толстунова. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Я Лиза. Очень приятно. Марина. Марина – жена успешного доктора. И сейчас дома одна. Меня это не удивляет. Говорят, Леонида почти никогда здесь не бывает. Это, наверное, смешно теперь звучит. Но поскольку мы почти не виделись, мы встречались иногда. Я приходила на свидание к нему в General Hospital. Да, потому что он ночами не приходил. У него там когда была маленькая комнатка. Вот мы, да, хотя бы увидимся друг с другом. Практически как к заключенным. Возможно, и двое детей, Леонида и Марина, появились на свет благодаря той самой маленькой комнатке на работе. Надо же, какой увлеченный трудоголик этот человек. Такие врачи наверняка зарабатывают десятки миллионов. И, судя по дому, это именно так. Боже, какая красота. Ну вот, сегодня вам повезло и замечательный день солнца. А бывает туманно, потому что там океан. К туману, конечно, можно придраться. Обычно в туманных районах жилье чуть дешевле. Но роскошный вид на горы и сосны дорого стоит. Ну сколько вид может стоить вообще? Ну я думаю, что сто тысяч точно добавят. Не всегда удается узнать конкретную цену дома моих героев. Но в этот раз досадный прокол. Марина как кремень. Готова обсуждать только соседей. В этом районе есть совершенно разные дома. Тут есть от миллиона до трех миллионов. И даже четыре и пять. Зависит от дома. Это очень разношерстный район. Вы понимаете, там есть поменьше дома. Маленькие, без вида. Есть где-то выше с видом дома. То есть они стоят по-разному. Какие-то старшие дома, какие-то младшие. Но в Сан-Франциско дорогое жилье. Тут можно найти за 25 миллионов, за 30. Ну дом Толстуновых на 30 миллионов не тянет. Но где-то четыре я бы за него дала. Сегодня здесь намечается вечеринка. Ни повод, ни список избранных гостей мне пока неизвестны. Но зато есть шанс увидеть таинственного хозяина дома. А пока составим о нем мнение косвенным путем. Потому что он любит. Ну вот здесь у нас сауна. Это мой муж любит принимать своих друзей. Это прям настоящая сауна? Да, настоящая. О, вот это здорово. Даже пахнет прямо... Пахнет деревом. Деревом, да. А это комната моей мечты. Биллиардная. С огромным столом. Вы увидите стол снизу, но чтобы он не пылился, потому что его тяжело. Каждый раз после того, что поиграли, мы закрываем. А вообще биллиардные столы, они же каких-то безумных денег стоят. На самом деле, да. И кроме всего прочего, его невозможно отсюда сдвинуть. То есть он здесь навсегда. Пять тонн весит или сколько-то там, я не знаю, тонн. То есть когда его поставили, сказали все. Я-то хорошо знаю цену такому столу. Минимум две тысячи долларов. Кстати, сам дом скроен очень хитро. Скажем так, по-сан-францисковски. Вообще, я заметила, что в Сан-Франциско все дома уходят на несколько этажей вниз. Многие, по крайней мере. Или да, или нет. Потому что у нас горы. То есть, соответственно, с одной стороны это может быть первый этаж, а с другой стороны третий. Совершенно верно. Ты когда смотришь на дом снаружи, ты никогда не знаешь. Во-первых, в какую сторону он растет и сколько этажей идет вниз. Настоящий таинственный дом таинственного хозяина. Кстати, Марина, оказывается, ценит в своем муже вовсе не умение зарабатывать миллионы, а умение танцевать. Леня, на самом деле, закончил школу больных танцев, по-моему, когда учился в медицинском университете. Они даже познакомились 30 лет назад именно на танцевальной вечеринке. Она миниатюрная брюнетка, он высокий спортивный блондин. Такой был вечер танцевальный. И вот так он пришел со своим другом, а я пришла с американским мальчиком. То есть вы пришли туда уже с бойферком? Ну, как бы, да. Никогда не видела танцующих челюстно-лицевых хирургов. Наверное, это увлекательное зрелище. Может, сегодня повезет? Или здесь готовится научно-медицинская вечеринка с обсуждением сложных случаев? Скоро узнаем. Оказывается, хозяин уже появился и встречает гостей. Вон он, в красном джемпере. Ты можешь просто там вешать. Судя по столу, всех будут подчивать исключительно полезной для здоровья пищей. Салаты с маслинами и зеленой фасолью, брынза, печеные перцы, треска с каперсами, разнообразные фрукты. Яблоки, персики, перцы, картошка. И сладкая картошка. Должна быть опять... Ну, желать, должны быть. Желать. Не буду скрывать, я прогнозировала, что вечеринка в докторском доме будет чересчур здоровой, полезной и от этого скучной. Но, как я, оказывается, сильно ошибалась. Калифорнийцы просто помешаны на здоровом образе жизни. А жители Сан-Франциско возвели это в путь. Здесь все все время бегут. Спортивная одежда – городской дресс-ход. В ней можно и в пир, и в мер. Доктор Толстунов тоже активно бегает. Бодро подтягивается, глубоко ныряет и имеет спортивную фигуру не мужа, но мальчика. Но при этом вовсе не страдает с синдромом Шерон Стоун. Как известно, эта голливудская звезда довела себя до микроинсульта усиленными тренировками, тотальными диетами и отказом от всего, что вредно. Леонид Толстунов так себя не истязает. Наоборот. Он пропагандирует винный образ жизни. Если честно, я была поражена, увидев Леонида за барной стойкой. Образ доктора мирового класса для меня никак не ассоциировался с бутылкой. И у нас вины из разных стран. Это интересно. И пять стран. И мы попробуем определить сначала на нос, запах, потом на вкус, клесть, потом определить страну. Неужели кто-то действительно сможет по запаху и по глотку одному вина догадаться, что это за вино? Самое интересное, сколько оно стоит. А оказывается, сегодняшняя вечеринка это настоящий винный квест. Мы начинаем с белого вина. И определите фрукт, какой у вас в этом вине. Ну, тут я поскромничаю и скажу, что мой личный уровень знаний в винах, конечно же, не выходит за рамки понятий белое, красное и сухое. Ну, и пара любимых марок. Но я тоже решила попробовать свои силы. Интересно же. Простите, вот можно я сразу на берегу задам вопрос, что будет победителю конкурса? More wine. More wine. Бутылка вина. Сколько здесь вин? Раз, два, три, четыре. Пять. Вот после пятой дегустации уже, в принципе, все равно выиграть или нет, мне кажется. Это уже победитель. Доктор Толстунов давно не любитель, а профессионал в деле выпивки. Я вот и улегся виноделием и получил какой-то сертификат, и мне было это интересно. Вот это вот он? Это значок, да, из Лондона. Так прямо. Да, это значок из Лондона, который имеет определенный цвет и который определяет определенный уровень. Это уровень три из пяти. У них с женой даже есть второй дом в Мекке виноделов в долине Напа. Мальчишник на винодельне. Ну что ж, я подожду, пока будет достигнут отливный градус и присоединимся. И где наливают бесплатно? Ваше здоровье. Долг в полмиллиона. Страшно было влезать в такие долги. Было очень страшно. И кто унес главный приз? Я написала 4,99. Все покажет и все расскажет только Лиза из Сохо. Прямо сейчас. В Европе считают, что американцы вообще ничего не понимают в вине. А то, что они пьют, ну просто слезы горькие. А вино в Америке стоит неоправданно дорого. Нормальное вино. Калифордицы на это отвечают. Французы зависят от погоды, то есть от Господа Бога. А мы вложили огромные деньги в орошение, и теперь у нас бывают хорошие или раз в 10 лет очень хорошие года. Ну разве не снобиза? Долина Напа крохотный, но баснословно прибыльный клочок калифорнийской земли. Здесь, куда ни поверни, упрешься в семейную винодельню. Это стоит порядка ста миллионов. Это очень дорого. Второй дом Толстуновых скорее всего, еще дороже первого в Сан-Франциско. Ну, глядя на эту долину, в голову может прийти только одна песня. Миллион, миллион, миллион каждый дом. Но это не так. Минимум три миллиона, а то и 30. И милейшая деталь. Вау, какой классный! Боже мой! Вы можете проехать все, если хотите. Да, хочу. Я не умею кататься на велосипеде, и меня пытались как-то дети учить, не особенно получилось. А у меня особо не получилось на трехколесном. Поразительный агрегат. Тут формы, да, Так. Мама! Я, главное, умею кататься на двухколесном, но на трехколесном гораздо сложнее как-то. Осторожно, осторожно. Тихонечко весь горка. Здесь мало мощных. Сюда. Шато Толстунов. Так назвал доктор свое второе жилище, посвященное вину. Я смотрю, что у вас даже цвет стен соответствует. Бордовая комната, в которой стоит стол, и где мы в основном устраиваем с друзьями дегустацию, обеды. А сколько, например, стоит сделать винный погреб? Винный погреб, наверное, будет стоить 4-5 тысяч сделать хороший. Зависит, какого размера. Леонид Толстунов винным погребом еще не обзавелся. Пока хватает винного холодильника. Это ход медок Шато Валентин. И это дорогое вино. Это вино стоит 200 долларов. На самом деле вино стоит гораздо дороже. Просто у Леонида большие скидки, как у члена закрытого элитного винного клуба. Очень много винодельных они не продают вино в магазинах. Вы можете купить только у них. Поэтому их делают более эксклюзивные. Да, и при том, чтобы его купить, нужно быть членом этого клуба. Во многих, да. Потому что они недостаточно много делают. И это вам дает предел, как сказать, эксклюз. Повод. Повод, точно, повод. Повод поехать и купить вино за 2 тысячи долларов. Нет, ну не это. Мы не говорим об этом. Мы еще до этого не покупаем такое вино. Если я купил такое вино, я бы пил месяц. Толстунов в обычной жизни не шикует. На каждый день у него вина по 200-300 долларов. Другое дело закрытые дегустации для членов клуба. Там уже денег не считают. Как-то не принято. Сегодня Леонид приехал на одну из виноделин с друзьями на дегустацию вина. У них мальчишник. Приехали без жен, естественно. Говорят, вины здесь очень неплохие и очень недешевые. Ну что ж, я подожду, пока будет достигнут определенный градус и присоединюсь. Долина Напа и ее многочисленные винодельни как магнит притягивают туристов со всего мира. И, естественно, деньги этих туристов. Вот такая расслабленная атмосфера, играет музыка, вино льется за рекой, это закрытая дегустация. Билет сюда стоит 500 долларов и выше. Леонид с друзьями из клуба смакуют одну избранную бутылку дорогущего вина. Ну а я пойду пока проверю, как проходит дегустация не для членов секретного клуба. Вот сейчас нам дали лист тех вин, которые мы попробуем в этой винодельни. Винодельни называется Джабрути. Не любитель я, конечно, игристых вид, но, как говорится, на халяву и очень сладкие. Здесь дегустация без плата абсолютно. Пять видов винодельни вы можете попробовать без плата. После игристого итальянское белое с цитрусовым оттенком. Оно действительно сухое и немножечко с пузырьками такое ощущение. Потом пиногрижио. Пахнет действительно очень грушей. Груша вот на первом месте оттенок. Следующим было красное с клубничным и кофейным оттенком. Потом каберне с нотами ежевики и карамели. А потом меня попросили подвинуться, потому что желающих протестировать вино бесплатно в общем-то не мало. Кстати, кроме бокала с вином выдается еще и тара, чтобы вино выплевывать или сливать остатки из бокала. Положено его лишь погонять во рту или сделать маленький глоточек. Но ни один турист из России никогда не потеряет ни капли. Дайте прям последнее слое. я почти не знаю. У тебя. Расчет виноделин простой. Вам обязательно что-то понравится. И вы купите пару бутылок. А то и ящик от 700 долларов за бутылку. Наверное, мало кто помнит, но когда-то эта роскошная калифорнийская земля принадлежала России. империя продала ее как бесперспективную за 42 587 рублей. И, конечно, продешевила, ведь произошло это незадолго до начала золотой лихорадки. Но наши люди просто так не сдаются и, конечно, стремятся сюда до сих пор в надежде урвать кусочек богатства. И делают это весьма успешно. Мои герои яркое тому подтверждение. Не за горами появление в Калифорнии новой винодельни. название уже имеется «Шато Толстунов». Осталось лишь дождаться урожая. Мы делали перестройку небольшую, подвинули траву туда, сводили место и посадили 31 куст кабарне-савиньон. Кабарне-савиньон считается королем Неппы. Только первый фрукт появится через 2-3 года. Вот этот крохотный клочок земли для 30 кустов обошелся Толстуновым в 400 тысяч. Невероятная дороговизна. Леонид, как сертифицированный винодел, все растит строго по канонам. А Марина ему помогает, как может. Например, покупает божьих коровок. Продается пакет с леди-бан. Представляете, продаются божьи коровки в магазине, чтобы их сажать на ваши кустики в огороде, чтобы они поедали какую-то вредную тлю. Вот до чего дошел Сан-Франциско в своем стремлении к здоровой пище. Скажу честно, что-то у меня все перепуталось. Леонид Толстунов целиком посвятил себя виноделию? А он врачом-то работает? Сан-Франциско давно и плотно закрепился в списке самых дорогих городов мира. Поэтому, если вы хотите худо-бедно жить в этом мегаполисе, то будьте готовы в год выложить как минимум 70 тысяч долларов. Если хотите жить безбедно, то сотни тысяч или миллионы. Да, лучше миллионы. Студия или даже квартира с одной спальней, больше похожая на курятник, здесь стоит миллион. Но у Толстуновых денег явно куры не клюют. Как же доктору из СССР удалось пробиться в касту миллионеров? В результате того, что вам пришлось здесь переучиваться, насколько я знаю, у вас получился какой-то неимоверно огромный долг. Это было почти полмиллиона. Вообще не страшно было влезать в такие долги? Было очень страшно. Было очень страшно. И обычно этим немногие занимаются. И немногие берут такой долг. И нужно было найти людей, которые могли помочь взять этот долг. Потому что банки не дают просто долг человеку, который может не выплатить. Тогда вся семья финансово держалась на Марине. Она работала в банке и еще умудрялась воспитывать детей. Он учился. Мы понимали, что это очень тяжело. И действительно это был огромный стресс. Но мы знали, чему он учится. И что это закончится через несколько лет. И он сможет работать. Не знаю, как-то жили день за днем. Мы всегда какие-то были проблемы. Ну, справлялись. Но вам хватало его присутствия в жизни? Ну, это тяжелый вопрос. Но, конечно, когда он учился, и мы редко виделись, не хватало. Я была занята ребенком. Но мы виделись иногда. Зато сейчас к Леониду Толстунову едут учиться челюстно-лицевые хирурги со всего мира. Клиника доктора Толстунова находится вот в этом здании. А само здание находится в одном из самых престижных и дорогих районов Сан-Франциско. Здесь не каждому по карману даже офис в аренду взять не говоришь о том, чтобы собственный бизнес держать. Толстунову есть чем гордиться. Таких одаренных хирургов в Америке единицы. Он имеет статус дипломата. Это аналог профессора. Ты должен несколько лет набирать случаи больных и потом защищаться. И когда ты защищаешься, ты получаешь статус дипломата, и они дают медали. И я получил две медали. Мне кажется, в этой семье есть небольшой перекос. Слишком много хвалят Леонида и недооценивают Марину. А ведь ее природа тоже не обидела талантами. Вот мои маленькие картинки. Вот это Петербург на самом деле. Когда мы там были с детьми как-то поехали, мы попали в белые ночи. Очень-очень неплохая, я вам хочу сказать, очень интересная. И она очень профессиональная. В общем, у вас талант. Спасибо. Может быть. Зато есть одно занятие, в котором оба супруга сливаются в единое целое. Я фоллоуер. Я как бы двигаюсь по тому, как он меня ведет. А он просто любит импровизацию в этом. Не обязательно даже знать какие-то там особенные шаги. Он чувствует музыку очень хорошо. Если бы я был в другой жизни и не занимался врачеванием, хирургом, я бы, наверное, был преподавателем танцев. Теперь я вижу, что хозяева дома действительно говорили правду. Они занимаются танцами, это видно. Друг друга чувствуют. Мое желание посмотреть на танцующего хирурга сбылось. Леонид явно был в ударе. В целом вечеринка удалась на славу. Особенно винный квест. Как вы думаете, сколько стоит вино номер один? Если будете покупать, это вино стоит 15 долларов. Я написала 14,99. Второе вино я лично определила как французское и красная цена ему 25 долларов. Ну, это, конечно, все наобум. И даже цена оказалась тютелька в тютельку ровно 25. Боже, какой я оказалась специалистом. Просто я с собой горда. Надо подумать еще над одной возможной профессией. Может быть, мне стать сомелье. Спасибо большое. Здоровые. Спасибо. Спасибо. Получайте удовольствие от вина. В Калифорнии и в другом месте. Винная вечеринка продолжилась активным обсуждением и пробами других запасов Леонида. Но я знаю золотое правило. С дегустацией вина главное вовремя уйти. Только что я показала вам, как развлекаются простые миллионеры из Сан-Франциско. Меня ждут везде, но я сама выбираю, куда пойду в следующий раз. Ваша Лиза из СОХА. Субтитры 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 Субтитры